Виктория Панфилова уже в нашей студии и сегодня разговаривать будем на тему рефлюкс у детей. Что это такое и нормально ли, когда это вообще происходит? Рефлюкс это первый вопрос к вам. Это одно из тех слов, которые появляются в твоей жизни, когда у тебя появляются дети, и ты начинаешь все читаться. Доброе утро. Всем доброе утро. Рефлюкс. Что это такое? Красивое слово. Это слово означает обратное движение. Ну, заброс. Рефлюкс бывает разный, но чаще мы слышим и говорим про гастроэзофагиальный. Рефлюкс, то есть из желудка в пищевод, что-то там забрасывается. И тут принципиально разные должны быть подходы у врачей для взрослых и для детей. Взрослых сегодня не обговариваем, потому что у них понятные симптомы, и чаще это все-таки патология, которую нужно лечить. А у детей читаем физиологию. А дети до какого возраста у нас тогда попадают в эту категорию? До 18 может быть рефлюкс? Уже говорят про 21 год, но обычно до 18 лет все-таки. И для детей до школьного возраста рефлюкс – это абсолютная норма. Открываем учебник физиологии и смотрим. Пищеводно-желудочный переход дозревает в среднем у детей к 8 годам. И те все мамы, которые бегают по УЗИ пищевода и желудка и видят, о, ужас, у нас заброс и рефлюкс, это на самом деле просто видят физиологию. А с ней, как известно, бороться невозможно. Странно, по крайней мере, и не очень логично. Какой-то дискомфорт у детей же тоже есть, и не просто так появляется. Чаще всего нет. Чаще всего это случайная находка. Другой вопрос – а почему эта находка состоялась? Почему пришли обследоваться? Потому что что-то беспокоит. Обеспокоит чаще всего что? Первый вариант – какой-то непонятный кашель. Длительный, хронический. То он есть, то его нет, он выбешивает. Поэтому начинается обследование. Вторая ситуация – Лор сказал, ой, у вас красное горло. Красное горло. Или рыхлое, или какого-нибудь… Рыхлое, красное, аденоиды и так далее. Да. А демоиды тоже с этим связаны? Ну, предполагается. А-а, это что-то туда… И начинается поиск каких-то объяснений. Да, действительно, ребенок болеет довольно часто. И у ребенка горло бывает долго красным. Если оно невозможно долго бывает красным, и невозможно долго продолжаются кашель и сопли, то тут вопрос – а нет ли у ребенка аллергии? И эта аллергия в возрасте, ну, старше года, чаще уже не пищевая, а на, допустим, там, на травы, на какие-то, на домашних животных, на ту же самую березу. То есть нужно искать причины для этого длительного кашля. Или очень часто мы с вами только что вспомнили про это, или очень часто это психологическая ситуация. Некомфортно для ребенка. Он пошел в садик, который не очень хотел. У него родился брат или сестра, который он, в принципе, не ожидал. И игрушки его стали уже не его. Или какая-то еще жизненная ситуация случилась. Допустим, привязка, опять же, к еде. Расстройство пищевого поведения очень часто сопровождаются вот этим кашлем, тошнотой, рвотой какой-то во время еды, после еды. Тут нужно остановиться и подумать, а все ли мы хорошо с ребенком, как бы, понимаем друг друга. Или есть какие-то нюансы, которые нужно подкорректировать. Давайте тогда правильно выстроим дорожную карту. Если родитель услышал вот это подкашливание, боли же никакой здесь быть не может? Чаще всего нет. Живот не болит, ничего. Чаще всего нет, да. Ситуация изжоги – это очень редко. Понятно, что болезнь у детей тоже бывает. Но это очень редко считается, ну, порядка 15% детей с хроническим кашлем. А чаще, а чаще – это а, аллергия. То есть мы идем сдавать кровь? Нет, мы идем к аллергологу. В этой дорожной карте с чего начать? Мы идем к аллергологу. К аллергологу. Исключить, чтобы да. Мы идем к аллергологу, да, потому что аллерголог знает, какие анализы нужно сделать, аллерголог, в общем-то, понимает ситуацию. И аллерголог начинает тогда обследование. Особенно, если у ребенка на первом году жизни были какие-то проявления аллергии, ну, например, на молочный белок, да. Да не надо забывать, что он остался теоретически аллергиком. Отреагирует, не отреагирует, тоже как, там жизнь пойдет, да. Это первая история. Вторая история, конечно, мы консультируемся с грамотным лором, который по горлу не будет говорить про то, что происходит в пищеводе. Это не совсем правильная история. И третье, мы разговариваем, наверное, с психологом, возможно, с гастроэнтерологом, и, конечно, вместе с педиатром обсуждаем ситуацию вот этой вот психологической несостоятельности какой-то, ну, с ребенком. Садик, дети, питание. Очень часто расстройство пищевого поведения, очень часто насильственное кормление приводит к тому, что ребенок рвет во время еды или после еды. Родители считают, что это рефлюкс нужно лечить. Лечить чаще всего не нужно, и чаще всего вот эти препараты, блокирующие кислотность, то, что прекрасно работает у взрослых, у детей не работает, у детей кислотность другая, она совершенно не такая, поэтому детей этими препаратами чаще всего не лечат. Но многим мамам нравится давать таблетку. Справедливости ради эти препараты довольно безопасны. помогут? Нет. Но не навредить? Ну, не навредим чаще всего. А если не вмешиваться родителю в эту ситуацию? Ну, не болит, не беспокоит, да, что-то там где-то подкашлял, перестал. Если не вмешиваешься, это может вылиться в какую-то патологию? Скорее нет. Скорее нет. Просто ребенок успокоится. Ему, допустим, исправили пищевое поведение, его перестали заставлять есть ту еду, которую он не хотел. И ему стало хорошо. И у него прошел этот кашель. У него решилась проблема, допустим, со школой, с учительницей, например, или с садиком. Ему стало хорошо. И все у него прошло самостоятельно. То есть чаще всего есть даже специальные международные гайды по поводу хронического кашля у детей, руководства, да, которые говорят, ну, не надо назначать вот эти препараты, которые как бы лечат рефлюкс, если у ребенка просто есть хронический кашель, не связанный с доказанной гастропатологией. Ее нужно доказать. И не нужно в этой ситуации делать УЗИ пищеводу, потому что это мы выявляем физиологию. Она и так очевидна. Нужно делать другие обследования, нужна грамотная консультация врача. Все-таки давайте начнем с врача. Давайте начнем с врача. С какого врача нужно начинать, вы теперь точно знаете. Я надеюсь, для многих мам, которые, понятно, тревожатся о состоянии своих детей, просто эта тема станет понятнее, понятно, в каком порядке, куда обращаться и не тратить лишнее время и финансы семьи на те обследования, которые на самом деле вам не нужны, и на те таблетки, которые, дай бог, хотя бы не вредны. Не навреди. Основная заповедь врачевания. Не навреди. Вспоминайте чаще эту фразу и по отношению к себе, и по отношению к детям.